Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, практикующая психоаналитика. Сегодня мы с вами поговорим про контейнирование эмоций. Когда вы контейнируете, перерабатываете эмоции, вам должно становиться легче. Если после вашего контейнирования вам становится хуже, тревожнее и не находится решение, то вы их не контейнируете. Возможность выносить эмоции зависит от множества факторов, и у каждого из нас она разная. Кто-то может выносить большее эмоциональное напряжение, кто-то меньшее. От чего это зависит? В первую очередь это зависит от генетической предрасположенности. Если ваша нервная система легко возбудимая, то у вас будет генерироваться эмоций больше, чем у среднестатистического человека. Если, когда вы эмоционировали в детстве, родители не учили вас ничего делать с эмоциями, перерабатывать их, то вы тоже не знаете, что делать. И это тоже снижает вашу эмоциональную вместимость. Также на эту вместимость влияют исторически сложившиеся факторы. Если же вы когда-нибудь в жизни переживали эмоциональное пиковое состояние, то в вашей памяти останутся они, и вы будете бессознательно избегать любых обстоятельств, даже отдаленно напоминающих эти события. Помимо этого, если ваши эмоции когда-то пробили потолок, то они смогут это делать снова и снова. То есть эмоциональное взвинчивание может сразу уходить в пике до того верхнего уровня, который вы уже испытывали. Это все понятно, исторически сложившиеся и так далее. Во-первых, надо понять, какие эмоции мы генерируем. То есть надо научиться, как рыба в воде плавать и узнавать, что я сейчас чувствую. Тут возникает трудность, потому что многие люди прекрасно определяют любовь, радость и так далее, но не хотят в упор видеть, зависть, ненависть, страх. И здесь нужна определенная честность самим с собой. Поэтому все начинается с принятия себя реального. Какой ты есть на самом деле, какие эмоции на самом деле ты чувствуешь. Когда у человека идеализированы представления о себе, то такой человек испытывает много боли, много разочарования и много страдает. Наши страдания, они всегда идут от идеализации. То есть наша Вселенная не предполагает наличие такого состояния, как «не по-моему». Мы страдаем, когда не получаем то, что мы хотим. Это единственная причина нашего страдания. И, соответственно, нам надо или же пересмотреть свое «хочу», или же наработать новые навыки дополнительные, которые усиливает мое «могу». Итак, допустим, вот я сейчас человек, и эмоции меня затапливают. Я предлагаю вам разобрать на примере, какими традиционными эмоциями мы себя топим, для того, чтобы смочь пощупать то, что я говорю, и ощутить у себя внутри. Очень важно то, что вы слушаете, уметь ощущать, примерять на себя и нащупывать это. Одними ментальными, когнитивными конструкциями вы свою психику не заполните и не разобьете. Надо научиться соединять это на уровне чувств и на уровне тела, получать так называемый внутренний отклик. Ситуация. Я приехала в отпуск. И вот я, хорошо погуляв накануне, поздно легла спать и просыпаюсь в 10.00 от того, что газонокосильщик выполняет свою работу, косит тараву. Я не выспалась. Я пробуждаюсь в шоке от резкого внезапного звука в определенном страхе и с ощущением неудовольствия. То есть то, что я хотела, я не получила. Я хотела выспаться, отоспаться хоть в отпуске. Моя психика сгенерировала определенную плохость, определенную неудовлетворенность. И человек, который не привык ее разбирать на составляющие, то есть анализировать, получает на руки такой мешок плохости и начинает пристраивать ее куда-нибудь. Чаще всего у людей возникает мысль, это плохой газонокосильщик, как же он так мог и так далее. И мы в мыслях начинаем набрасываться на газонокосильщика, передавая ему свою плохость. Это он плохой, это он мне плохо сделал. При этом человек абсолютно не берет ответственность за производимое внутри него. Он не хочет понимать, что его эмоции – это его внутренний продукт, а не кто-то ему подкинул его извне. Также человек на обнаруженную внутреннюю неудовлетворенность и плохость может начать нападать на себя. Например, он говорит, вот что, я не могу спать под звук газонокосилки, ну-ка давай быстро спи, что ты уснуть не можешь, нервы не к черту. Посмотри на себя, в кого ты превратился. Даже газонокосилка выводит тебя из себя. Сейчас я привела пример нападения на другого, на газонокосильщика в данном примере, или же на себя. Это нападение пытается определить виновного, назначить того, кто ответственен за ощущение моей плохости. Есть третий патологический вариант – это стать жертвой. То есть начать причитать, бедная и несчастная, даже в отпуске я не могу спокойно отдохнуть, что же у меня за судьба такая поломатая, как будто кто-то меня проклял или сглазил, за что мне это? То есть мы с вами рассмотрели три патологических выхода. Выход в обвинение газонокосильщика за свою неудовлетворенность, обвинение себя или же уход в жертву и страдания. Все эти три выхода не позволяют вам контейнировать эмоции. Наоборот, вы свои эмоции начинаете раздувать. Вы не анализируете, вы не контейнируете, вы не разбираетесь с происходящим. Давайте пойдем дальше в наших размышлениях. Итак, я назначила виновным газонокосильщика. Так бывает чаще всего. Когда люди в депрессии, тогда они все на себя грузят, а так обычно газонокосильщики виноваты. И вот я говорю, надо выйти и сказать ему, что он прекратил это делать. И тут я понимаю, что кишка тонка, что у меня мощи не хватит выйти и сказать ему это. И тут уже я начинаю нападать на себя, что я слабачка, что я не могу за себя заступиться, и со мной делают, что хотят, и так далее, и так далее. Видите, нападение на другого не получилось, и я опять начала нападать на себя. Вот это нападение на другого, на себя, надо узнавать. Надо понимать, что эта дорога в никуда. Итак, я все-таки вышла и высказала ему, я прорвалась через путь и запреты своей активности, я прорвалась через страх быть плохой и высказала в лицо этому плохому человеку, какой он отвратительный, как он меня разбудил. Но это тоже не выход, потому что я через какое-то время начинаю нападать на себя и упрекая себя в том, что я истеричка, что я монстр, который набросился на несчастного человека, который выполнял задание управляющего. То есть вы видите, когда мы идем в русле нападения на себя или на другого, ситуация не разруливается. Оно может дать какое-то временное облегчение, но скорее она усугубляется. Когда мы попадаем в состояние эмоционального аффекта внутри, мы должны понимать, что мы находимся под колпаком, под колпаком, в котором мы находимся в слиянии с собой. Я снимала много видео про слияние с другим, а теперь мы с вами пойдем глубже, разберем слияние с собой. То есть я в слиянии с собой, я центр земли, все происходит вокруг меня, из-за меня, против меня, ради меня. Я, я, я. Я зациклена на себе. И для того, чтобы смочь анализировать, мне надо посмотреть абстрактно на себя. То есть мне надо открыть дверь слияния с собой и выйти из нее. И когда я вышла из слияния с собой, я созерцаю эту ситуацию со стороны. Итак, что я вижу? Женщину, которая неплохо вчера так отдохнула и хотела подольше поспать, и вижу газонокосильщика, которому управляющий дал поручение скосить. Я направляю свой волшебный взгляд и захожу в психику газонокосильщика. О чем он там думает? Думает ли он о том, как разбудить эту женщину из номера? Нет, не думает. О чем он думает? Он думает о том, что, о, мне попадет, если я до 12 не успею скосить всю эту траву, надо быстрее ее косить. Теперь я смотрю на женщину. Женщина недовольная, не выспалась, мечется и пытается разыграть какую-то непонятную драму, где хочет найти виноватых, периодически накидывается на себя, на газонокосильщика, на себя, на газонокосильщика. Ага. То есть, мы, наблюдая со стороны за тем, что происходит, получаем больше возможности проанализировать. Со стороны нам хорошо видно, что газонокосильщик отдельно от этой женщины, у него происходят свои процессы. А женщина вплетает фигуру газонокосильщика для того, чтобы объяснить себе свое недовольство. С газонокосильщиком понятнее, а что делать, когда это не газонокосильщик, а это мама, супруг, ребенок или начальник. Здесь все становится гораздо запутаннее, потому что нам кажется, что они точно хотят нам навредить, они точно на нас нападают. И мы вступаем с ними в схватку. Но я вас могу разочаровать, люди чаще всего хотят получить свою значимость, а не что-то сотворить с вами. Даже когда ваша мама говорит, ты поела? А что ты ела? Она таким образом получает собственную значимость. Она пытается себе показать, что вот она главная, и она может так спросить. Она не контролирует вас. Она пытается быть хоть кем-то, потому что когда человек постарел, у него нет своей жизни, нет своих целей, и она пытается таким образом жить вашей жизнью. И от того, что вы начнете на нее нападать, ситуация не изменится. Мама может или испугаться, или напасть на вас в ответ. Когда я понимаю, что она таким образом странно самоутверждается на мне, я могу спокойно ответить, да, мама ела. Или да, я не ела. Меня этот вопрос вообще не будет раздражать, если я истинно воспринимаю происходящее. Я говорила уже во многих видео и повторюсь, я надеюсь, что вы это запомните, что когда вам кажется, что она вас нападает, обесценивает, отвергает или контролирует, вы находитесь в ошибочном восприятии реальности, и эта ошибочность начинает раздуваться и генерирует у вас излишние эмоции. Я не имею в виду, когда на вас физически кто-то напал, тогда точно напал, но вы должны понять, что у человека есть какая-то определенная потребность. Я помню, как одна моя клиентка рассказывала, как муж устроил ей скандал за то, что она его не хочет. Ты меня не хочешь, ты меня отвергаешь, как мужчину, я тебе не интересен. То есть мужчина оказывал эмоциональное воздействие, чтобы принудить женщину хотеть, а ну давай, хоти меня быстро, по щучьему велению. И это эмоциональное давление, оно не решает проблему. Та женщина, она скорее его начала больше бояться и не хотеть, чем хотеть. То есть он своей цели не добился. Но это эмоциональное фонтанирование, к которому мы привыкли и не привыкли задумываться, а к чему оно приведет, заходит нас в тупик. Контанирование эмоций начинается с узнавания эмоций, анализа эмоций и понимания, что происходит на самом деле, не в слиянии с собой. То есть вы должны научиться мыслить абстрактно, понимать, что у вас происходит в психике и за вашей историей, что происходит на самом деле сейчас в пространстве. Надеюсь, вам было интересно и вы подчеркнули для себя что-то новое. Напомню вам, три основные ошибки. Это обвинение другого, обвинение себя и позиция жертвы. Запомните их и постарайтесь не ходить в эти тропы. Если вы туда зашли, старайтесь быстрее оттуда выйти и научитесь их узнавать с самой первой минуты. Даже если вы не можете оттуда выйти, говорите себе «Я опять в жертве», «Я опять себя обвиняю», «Я опять обвиняю другого». 22 августа пройдет вебинар «Эмоции и мышления». Там мы более подробно разберем, как контейнировать эмоции, как узнавать, как понимать и как научиться мыслить и мышлением помогать себе эмоционировать по полной. А 26 сентября начнется большой курс. Это будет 7 лекций школы интуитивного мышления «Шпионские игры». Там, если вы, конечно, готовы к ней и чувствуете, что 15-минутных роликов вам мало и вы хотите получить комплексное образование и понимание, то вам туда точно надо. Там будут только практические знания. Там две группы. Одна группа будет по вторникам, по вечерам. Вторая группа в субботу утром. Можно попасть туда или туда. Итак, я буду с вами прощаться. Желаю вам душевного равновесия, сияния чистого разума. И когда в вашей жизни возникает газонокосильщик, вспоминайте это видео и старайтесь разобрать происходящее внутри вас. Всего вам доброго. До свидания.